Бурятия. Один из красивейших регионов Дальнего Востока. Край гор, озер, лесов и степей. Природа Бурятии поражает своим разнообразием. Именно здесь красота озера Байкал органично сочетается с бескрайними таежными пространствами, широкими реками и снежными вершинами Саянских хребтов. На карте форма Бурятии напоминает полумесяц. Для рельефа республики характерны горные хребты, чередующиеся с межгорными впадинами и ущельями. Бурятия – это самое высокогорное место в России относительно уровня моря. Самой высокой точкой в восточных Саянах является гора Монкусардык, расположенная на границе с Монголией. Бурятия располагается на границе двух разных природных зон – Восточно-Сибирской горной тайги и Средней Азии. Это и объясняет большое разнообразие растительности и животного мира на ее территории. Большую часть территории занимают леса. Несмотря на это, в Бурятии встречаются практически все ландшафтные зоны. Горные хребты и горные болота, степные равнины, тайга, тундра и даже пустыни. Одна природная зона здесь плавно переходит в другую, что придает ландшафту неповторимый вид. На основной части территории Республики Бурятия раскинулась горная тайга. Весной среди просыпающейся тайги начинает цвести розовато-фиолетовым цветом бакульник. В летнее время леса и горы, а особенно горные плата Бурятии, пестреют цветами. Здесь можно встретить целые поляны, покрытые оранжевыми, огненно-красными и ярко-желтыми лилиями удивительной красоты. В лесах произрастает множество лекарственных растений, широко используемых в народной медицине. Бурятские зимы очень холодные и сухие. В северных районах Республики минимальная температура может достигать минус 50 градусов. Летом же наступает жара до 40. Таким образом, в течение полугода температура в Бурятии меняется в диапазоне 90 градусов по Цельсию. Преимуществом климата Бурятии является продолжительность солнечного дня. Яркое солнце на ясном небосводе светит в Бурятии 300 дней в году. Такое количество света превосходит даже некоторые южные регионы России. Не зря во многих литературных источниках Бурятия упоминается не иначе, как Солнечная Республика. На территорию Бурятии приходится основная часть Байкала – озеро, которому уже более 30 миллионов лет. Это крупнейшее и самое глубокое на планете пресноводное озеро обладает статусом всемирного наследия ЮНЕСКО. Для бурят, исповедующих буддизм, озеро имеет сакральное значение. Это священное место силы, духов, предков и неиссякаемый источник энергии. Буряты относятся к озеру с большим почтением и любовью, обращаясь к нему дедушка Байкал. Местные жители к природе родного края относятся словно к живому человеку. В традициях бурятского народа издревле заложено бережное отношение ко всему живому и ко всем дарам земли. Оставить мусор на берегу Байкала или на поляне в лесу считается большим грехом. Именно такое отношение людей к своей земле и позволило экосистеме Бурятии дойти до нас в практически первозданном виде. Бурятия была прекрасна тысячи и миллионы лет назад. И каждый живущий здесь старается внести свой вклад для того, чтобы эту первозданную красоту увидели как можно больше поколений.